александр я поздравляю вас победы на кубке мира фиде среди женщин насколько трудно далась последняя партия как все последние партии достаточно трудно в какой-то момент я забыла обо всем и это конечно помогает когда ты полностью погружаешься в игру уже никаких дополнительных мыслей которые могут мешать или отвлекать нет и полностью в игре из этой ты возвращаешься как бы за игры только когда результат зафиксирован поэтому безусловно очень устала но рада что все закончилось хорошо какой матч был самым трудным на протяжении всего турнира сложно выделить какой-то один потому что в каждом матче начиная с какого-то из марии музычук и с валентиной гуниной вот александра горячкина и у меня как-то они складывались одинаково то есть в первой партии независимый в независимости от цвета я получала от опасно до проиграна и каким-то чудесным образом либо спасалась либо даже выигрывал и конечно когда матчи такие короткие то такая победа несколько может быть незакономерная она полностью портит логику борьбы то есть потому что твой соперник уже не может играть просто в шахматы он должен думать о том что ничья равносильно поражению и это свою специфику конечно создает но другой стороны позиции были очень сложные на ровном месте никто не ошибается поэтому я рада что в этот раз везло как целом оцените турнир его организацию все хорошо то есть мне кажется это не совсем правильный вопрос победителю потому что победитель всегда доволен и если нужен детальный анализ я распишу что мне нравится что не нравится но я думаю сейчас не время потому что всегда есть возможность улучшить но я также очень довольна и всегда счастлива играть в россии то есть не надо как куда-то далеко ехать чувствуешь себя дома понятно что есть огромное количество плюсов ну и как я уже сказала результат он все окрашивает в такой розовый или фиолетовый цвет поэтому конечно я очень счастлива какие у вас дальше планы где планируете играть и как будете отмечать победу ой сейчас надо отдохнуть заняться своим здоровьем потому что много было вопросов во время турниров ну так как надо жить сегодня сейчас да то конечно я очень рада что не будет тайбрейка я очень рада что моя сестра приехала такой сюрприз мне сделала вы знали что она приедет нет нет я надеялась ну то есть я думала она собиралась на отдых и я думала что вот если закончу сегодня может быть попробовать их всех позвать потому что мама и папа тоже недалеко относительно могут приехать но конечно это все тайбрейк был возможен так что мысли были прежде всего о шахматах одним словом планы сейчас отдохнуть в августе а потом у нас сентябрь достаточно насыщенный у нас онлайн олимпиада и командный чемпионат мира женский так что надо будет не только отдыхать но и в какой-то момент начать заниматься потому что игра за команду это не 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 личные соревнования тут ответственность другая и когда везет это хорошо но в какой-то момент лимит везения может закончиться поэтому надо брать чем-то еще спасибо александра удачи александра удачи александра удачи